Следующая восьмистишия 118-го псалма начинается с буквы Йод. Это та самая Йота, маленькая буква, о которой говорит Христос. В Евангелии дословно говорят, что Йота едино, или едино черта, не предет от закона, доколе исполнится все. Эта буквочка маленькая, как запятая, пишемая вверху над строкой, и символизирует собой руку. Рука же, в свою очередь, символизирует всемогущество, творчество и все те благие свойства Божии, благодаря которым мир и стоит, и чудно Богом управляется. Первый стих этого восьмистишия следующий. Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня, и научусь заповедям твоим. Да будет известно вам, братья и сестры, что священник, когда облачается на службу, читает специально подобранные стихи из псалмов и других священных книг для одевания каждой священной одежды. На руках во время службы у священника поручи, которые собой символизируют одновременно желание творить волю Божию, то есть связанность с божественными законами, а также воспоминание о том, что Христос был связан по рукам и ногам. Вот одевая на руки поручи, священник говорит этот стих из Псалмаста 18-го. Руки твои сотворили меня и создали меня. Вразуми меня, и научусь заповедям твоим. Мысль о том, что человек, творение Божие, одновременно страшна и утешительна. Страшно осознать себя творением великого художника. И радостно, что он красиво сделал человека. Сделал его не для временной жизни только, не для пропадания в земле и гробу, но для жизни вечной. Трепетно об этом говорит Иов, когда сравнивает себя с пролитым молоком, а затем со сгущенной сметаной, а затем с творогом, а затем говорит, что ты костями и жилами одел меня, и мышцами скрепил меня, и дыхание жизни даровал мне. Вспоминать о том, что мы творение Божие, нужно чаще. Кроме того, думать при этом, что сотворивший нас, Господь создал для нас нравственные законы. Не скры от меня заповеди твоя. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое. В этих словах Давид выступает неким вождем для всех, хотящих спастись. Все те, кто хочет любить Бога и следовать его законам, смотрят на Давида и радуются. Есть у нас предводитель, есть тот, кто лучше нас, есть тот, кто идет впереди нас, и мы пойдем за ним и не промахнемся. Дойдем до цели и научимся всему доброму. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Вот слова, которые нужно произнести всякому, находясь в том или ином стеснении, беде или неприятности. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. У Господа нет несправедливости. Мы же сами часто влечем на себя различные неприятности, как бы ремнями колесничными. И если приходит к нам беда, то нужно иметь храбрость и мужество сказать эти слова. По справедливости Ты наказал меня. Следующие стихи, а именно четыре стиха подряд, даже пять, начинаются с одного и того же выражения. Да будет, да приидет, да обратятся. То есть да, в смысле пожелания, призыва, некий такой, пусть, пусть будет так, прошу Тебя, призывают на пророка различные благословения и милости. Вот, например, да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. То есть он молится не только о себе, но и о других. Пусть те, кто хочет учиться благочестивой жизни, обратятся ко мне, чтобы мы вместе совершали путь своего спасения. Или такие строгие слова. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня, а я размышляю о повелениях Твоих. Заканчивается псалом следующими словами, восьмистише. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Каждого человека ожидает некое страшное испытание. И некий срам ожидает человека, не готового к этому испытанию. Срам ожидает душу, поднимающуюся на мытарствах, на воздухе к престолу Божию по смерти, когда испытатели показывают ей неоплаканные грехи. Последний стыд ожидает и срам человека, не готового на страшном суде, где ему захочется упасть и скрыться, и сказать горам, покройте нас, и холмам спрячьте нас, чтобы убежать от сидящего на престоле. Для того, чтобы не постыдиться и не посрамиться во он и день, мы сегодня еще живы и занимаемся изучением псалмов. Напомню, что это было еще одно восьмистишее великого 118-го псалма, идущее под букву яд или рука. И заканчивается оно словами, да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. До встречи в саду божественных песен, в саду, который не увядает и не перестает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова